был счет, и пока не обновился результат. А, нет, нет. Надо к Теду, видимо, заходить для того, чтобы увидеть результаты. Или они все еще играют? Нет. Вот Мун, Муна он смотрит. Давайте Теда посмотрим. Класс. Вот это я понимаю. Посмотрите на карту. Сразу видно, что играет Батя. Батя, Мун. Мэйн, экспанд, один, второй, третий, четвертый. Пять экспандов. Пять экспандов. Орг там стыдливо на трех экспандов сидит. Извините. Стадия дикая. У Арчей плюс сорок урона просто. Йо, ПРС, это шаман пришел тут же его с одного залпа расстреляли. Это же высокие... Мне очень нравится, конечно, когда интонации вот такие вот прям. Туда-туда-сюда, туда-сюда. Три косаря на руках. Три косаря, Муна. Сколько химерниц мы сможем сделать. Уа-ха! Блин! Так, на всякий случай, если кто-то из умников скажет, о, Майкер что-то передразнивает. Мне нравятся такие звуки. Я пытаюсь их повторить. Это... ничего не имею против. Попробуйте сами. Возможно, понравится. Фу! Фу! Иногда очень полезное качество. Да-да-да-да, Артур уже сразу расист, расист. Мне очень нравится корейский, китайский язык из-за как раз интонирования, из-за того, что у них интересно есть переходы. Как же арчи убивают! Вы видели? Четыре косаря, в конце концов, у Муна на руках. Четыре косаря. Четыре косаря. Четыре косаря. Подождите, он кого так унижал? А, Лингуагу. Ну, тот еще щегол. Ну, он как бы неплохой, но он где-то в топ-5 Орг Азии. Так, а можно все-таки узнать Чимико Мун 1-0? Все-таки это была первая игра? Точнее, в Лингуагу Омун. Асок выиграл Чимико. Все, Тед сразу пишет кому-то что-то. Четыре косаря на руках убивать арчами типичный Мун. Ну, да, если вдруг если вдруг кто-то кто-то не в курсе, у Муна есть специальный стиль. То есть он может сыграть даже на мега-высоком уровне вот с такими темами с разводами, с правильным мап-контролем, с постановкой баз, с... потом бах шесть химерниц до заказ и противнику прилетает пачка химер просто. То есть Мун там сдает все кроме героев, а потом внезапно у тебя двенадцать химер на базе. И тут ты понимаешь, что как бы насколько ты был позади всю эту игру. такой хаос у них, смотрите, в чате просто. Поверх плашки Х1, Х150. Там пулы. На Муна там девяносто миллионов процентов. Никто не верит. И Тед прям рисует. Уаааа. И Тед еще рекламирует слева за чатиком. Он рекламирует чипсы какие-то. Там прям уууу. Где Император, что по инсайдам? Хэпич будет завтра играть, но на другом турнире. Он ну на Дримхаке имеется в виду. Ди, сейчас 161, здравствуй. Да, Тихон Алекс тоже правильно говорит. Мун может играть в Варкрафт, как в Старкрафт, по сути. Да, да, да. Этот стиль как раз тот самый. Такой хаос в чате. Летают сообщения в чате. Вау. Давно начали? Часа как полтора уже, да. Посмотрели Фогичем. Переключили сейчас на Мун Чанского. А у него уже появился Мун. Эй! 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 А у меня тоже появилось. Все, сори. Заходим. Харит, 70... У нас 7, говорит. Михаил, правда, что вы в Челябинске будете? Да, да, да. Я поеду в Челябинск во второй половине этого месяца. Кажется, там будет финал чемпионата России по второму Старкрафту. И... Меня пригласили в качестве комментатора. А решила, почему бы и нет. Ради разнообразия. И согласился. Тем более, в Челябинске жила когда-то моя бабушка по маминой линии. И я там был в детстве несколько раз. Где стримы надо смотреть? А они будут на ГГ. Четыре мрельф в подчеркивании один из подчеркиваний и из имба цена премиум. Кажется, до этого был. Линардан перепописал два месяца. Ну и естественно, на официальных этих сайтах Федерации компьютерного спорта они стримят в социальной сети, насколько я помню. Маска от выброса металла не забудь взять. Да там промежуток по времени небольшой. Я думаю, это... А ты отличишь 12-15-й хаты. Ну, ты смотришь на хату и смотришь, какое количество рабочих. Плюс один только надо прибавлять и все. Это не так сложно. Неужели нас ждет возвращение истинного бобра потомчика, чтобы ознакомиться с текущими мета из К2? Не-не-не. Я не собираюсь в Старкрафт играть. Я посмотрел, правда, сегодня финал... Ой, что там было? Там Мару играл. Второго не помню. Ну, короче, ТВЗ. Ничего не поменялось в МЧАПе. То есть, просто... Правильные цецехи, бункеры, Сиджи, Роучи, Реведжеры. Погнали. А, Рок еще Мару. Вот. Ну и в конце концов, в комментировании... В комментировании, когда ты там комментишь там вдвоем, втроем, должен быть Галустян. То есть, человек, который не разбирается. Вот. И... На этот раз я буду тем самым Мишей. Не заластител, кстати, Блэйд. Видели? Такой слоу-покмон. Мог виспат вести еще гораздо раньше. Да что? А-а-а! Видите, Мунвелл был пробит. Грамотно. Вот это очень грамотно. Я помню еще Бигман таким... Два виспа минус. А, чтобы убить Блэйда. Тогда третьего надо взрывать. Только он вышел просто и все. Ты что? Тут у Фоги сейчас, наверное, просто Кондратья его хватит. Мун... Что? Серьезно? Так, спокойно, спокойно. Как там Тед орет? Не орет? Можно мне послушать? Вот это... Сейчас. Да-да. А, Блэйд минус. Сейчас, погодите. Я хочу посмотреть, как он его догнал. шикарно так надо еще будет меня перенести перенести немножко чтобы это было видно немножечко но он столько на этого иногда им не хватает еды до иногда flight теряет блада просто вот просто ради сер клетки он берет умирает специально чтобы взять сер клетку или просто умирает казалось бы бесцельно а тут moon в него внес такое количество леса циклон полностью сдал в него потратил ману сейчас нужно внутри виспа заказывает просто вот здесь вот сейчас он сообразит и закажет ну парочку к минимуму надо бы три вообще ну третьего давай мунчанский деньги есть все нормально привет роуч ну все я заказал себе покушать на три дня на завтра и ужин на 748 рублей опачки ну скидывай что заказал нага вторым героем хорошая тема для подпуша магазин рядышком под боком саха выходит ну и магаз начинает долбить арчей миллион грантов всего двое ладно трое мага сулит улетает сразу же перегруппироваться свет блайда причем прикапывает ну арчу да контроль слышь мун там уже линк 4 сербетки в белой да смотрите окружили козлика возможно это ошибка а где почему ману не вытаскивает там скинули друзья нужно экспертное мнение по поводу заказа дирижабль появится скоро угу молоко творог кока-кола понятно мажор батон нарезной сырники минус ли ооо а то дропнулся видели как хотел на дирижабле спастись но не получилось головокружение идет у дзюбеем если бы он знал что слева магас как живу колбаси то бороу не особо нужен долго очень отпускает а если кстати светанул сразу то блэйд был бы минус он там не спасался вроде никак ему надо давит я думаю никакие тут проблемы так это на завтра и ужин колбаса и сыром не идея салдерки обнаружил холдин понятно бедный студентом наружил в холодильнике и дальше по списку 2 сардельки колбасу сыр все арчи справляются переставилась зачем как вы думаете зачем флай переставил 200 клетки отсюда наверх голову чтобы защитить не знаю как какой смысл яйцо еще обнаружил ищи второе срочно спирит волкер бегает блочит разведывает а не флай только не флай а лингуа гуа подход кей говорит так урон больше все китайские орки флай у меня это фоги почти играет калашников 20 говорит зашел на стрим посмотреть в этот кулинарный блок привет да у нас в разные задачи сейчас монитор товарищу выберем уже помогли одному бедному студенту закупить хавчик обсудили гречку способы приготовления а третий матч фоги вообще они должны доиграть первую вторую группу то есть фогич сегодня еще будет играть в данный момент мы смотрим мун против гуаги и гуагуа урсула змеиная копна интересная разведка такая несколько дорогая но интересно духостранник ходит вместе с армией эльфа ну а что ты с ним сделаешь вот что ты с ним сделаешь прикопка у него резист как у героя то есть на него не работает так долго прикопка хоть и наносит дополнительный урон из-за астрала понимаете но вот это вот есть устойчивая кожа сокращает время действия отрицательных эффектов дает не восприимчивость к некоторым способностям устойчивая кожа фактически это это резисты героя то есть вы не можете полиморфить человека например у него 30 процентный резист к магическому урону да жирная трехлимитная орковская шейда только очень заметно почему-то как же блочит царь это минус арча или нет спас спас арчу красиво слайм они третий сыграли да сыграли на тартл роке это была уже третья рейсмайл говорит десятки макарошки сосиски чай сахар хлеб теперь сравним со списком студент ой какой форкет неудачный смотрите что ооо что у флая могло быть если бы играл он они они лингу а га 5 сер клеток две короны королей плюс 10 ко всем атрибутам дичь может играть на атаку закажем я пошел ничку так втыкать время пришло добивает но инвентарь уже ломится регина блайда но он же под замазкой сейчас просто ну сорок семь лимита на на тридцать семь плюс ставится база плюс герои по уровню выше не такие полезные 4 3 но там 32 сейчас еще капюшон плюс 55 какой-нибудь выпадет агила и этот трубка прозрение хороший артефакт warriors of the night assemble говорит тигра снежный шрам здесь процент фарбу хочет взять видимо она не откатилась блин у арбы реально там получается что полтинник урона с руки просто написано плюс 5 на самом деле яд 7 на 8 или 8 на 7 еще и получается под полтинник дамаг представлять если по разным стрелять и унитом то 50 урона с одного выстрела в плюс к дополнительному то есть у героя 30 арба дает 50 еще чем этот этот урон он же не штрафуемый то есть он проходит мимо армора он проходит мимо сопротивляемости героя хотим это герой на герой меньше яд действует на газа тарина просто как танк смотрите у нее пишет армора 9 сеточка сеточка прикопочка это минус два рейдера минус 6 лимита еще страшно манна щилл скорее всего возьмешь из змею к ну и стрелка не нужна паркет она взять не может это манна щилл сто процентов не берет опять рекламируете это халява только у андейда фарба на мой взгляд полезнее я че тому там разных местах не понимаю козел у него на базе потму вообще забыл похоже да забыл потму но ей там нет вообще резона будет не было резона стоять троллей нет смысла покупать роль удар два раза дороже арчи получается а по здоровью тем более по урону дико проигрывает но две арчи по здоровью две арчи по урону одного тролля унижают только в путь в респект за тайминговых виспов которые готовы чинить любой момент дерево а где они так что экспант муновский он не очень заходит до виспы раскиданного муна грамотно посмотрите туман войны включаю у него тут на красный тут на экспандии тут на 2 красный ну манчанскому нужно как-то по по агрессивнее действовать наверное 45 лимита преимущества так как такового у него нет жалко что на 2 красный отдаст скорее всего он боится от базы отходить потому что эти blade приходит и сразу объясняет что ныщку ты так просто не построишь а блэйд хочет снести хотя бы инвул ну ошибка что козел не подходил в то время когда все остальные били то есть да ты нанес бы меньше урона но зато бы развел бы человека на большой инвул косяк косяк ошибается даже мун понимаете меняет инвул 15 секундный на экспант и возможно арчу здание готова дам он хочет крип джек носит правильное решение ну а здесь не уйти выходит привет сражаться уже подрезается первый рейдер рабочий бедолага сзади подходит восстанавливается база и идут на перехват пытаются сломать козла ну козла инвул свиток телепорт тут скорее ломать саху будут активнее инвул пошел инвул на инвул похоже ой форки то подэкономил инвул подэкономлена называется полетел сахана на взлет в смысле наверх еще минус рейдер выкупается саха но эта армия так больше страдать диспала нет все прикапывается почти все испол на самом деле был я не заметил этого духа странник у которого 400 маны был а у мастеров духа странников 600 маны что ли да получается если у адепта 450 ну да у 40 у 40 400 при 100 400 около того и соответственно у трех лимитных должно быть 600 ну ты имба 600 маны черки жалуются легко ли было окружить фокус тремя арчами героем нет нелегко фокуса лина ты хотел сказать или fly играет лингу ага снова без экспанда мы но по крайней мере от от отрежем этого командира о граф скорее всего только я не вижу где blade какой wave прошелся у трубка прозрение так лучше дома какой-нибудь типа боевых барабанов или даже регенерацию здоровья скорость перемещения может даже и потому соленого надо было здесь скачать до 3 там черепаха плавает сейчас опасный момент для моно о ей очень опасно капец как опасно козел ты пошелся от армии надо брать еще один телепорт срочно куда ты дура нет нет где другая задача у т.п. бери быстрее 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 кучни 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 однагу забудешь нет а красиво вы видели агрессивный телепорт под матч умрет светоключение юзает потому убивают у а минус 2 арчи но умирают и рейдеры мун конечно своими тактиками иногда просто удивляет ну да почему бы мне с козлом не метнуться кабанчиком на базу оставив всю армию противоположной части форки то не хватает чтобы духа странника одного убить здесь база доделывается конечно рабочий тоже переходит скорее всего это из-за того что мэйн скоро закончится до осталось всем немного времени на сейчас опять вспоминаем про эльфийскую халяву жалко что он еще басинга нет что мы просто берем мэйн и перекапываемся улыбаемся главное сильно не отходить от этой базы еще орка ситуация гораздо сложнее потому что у него нет нет добычи вообще не будет в течение там трех минут пока он нычку не восстановит более того у него ему реально нужно очень долго нычку строить а денег на одну попытку если каким-то макаром он отменит строящуюся базу то это все короче преимущество по деньгам посчитайте уму на сейчас плюс плюс два косаря будет относительно орка это не считая переходящий мэйн он специально ведь иначе блэсинг сделал грамотное решение мне под матрике уровень естественно вторая аура дерево под чапалом 50 моно столько же оркам подставляет козла сетка крит повелся орк кританул дополнительные иллюзии ой нашел кого убивать нагу который 10 плюс брони но на га почему-то стрелку взяла продолжают пытаться убить нагу ее ставку и в конце концов берутся за арчу берутся за руки патма следом подставляется хекс минус патма но в целом как бы орка нет на всякий случай ой какой форкет синхронно три спирит духа странника извините умирает блэйд тоже умирает крест цеха еле-еле пытается уйти но это гг какой красивый форкет был угуагуапо и по погибает так что у нас там фогич будет просто такой форк они еще с